Здравствуйте! В эфире новости 4 из Абайкальского края на первом независимом телеканале ЗАП-ТВ в студии Анжелика Панибрашина и в начале выпуска коротко о его главных темах. В продолжении истории женщины-инвалида Оксаны Колосовой финальная часть. Накануне ей был вынесен приговор. Наша съемочная группа побывала на суде. Страсти вокруг Первомайского бассейна «Золотая рыбка» набирают обороты. Сегодня в выпуске продолжение этой мутной истории. Сфера ЖКХ Абайкальского края продолжает удивлять. На этот раз удивились жильцы барака, которого, как оказалось, не существует. История дома-призрака. В продолжении истории Оксаны Колосовой это скорее уже финальная часть. Инвалиду третьей группы был вынесен приговор. Тему продолжит Вячеслав Боротницкий. Оксана Колосова хотела отговорить свою дочь улетать из щиты. В итоге в аэропорту Кадала у нее случился конфликт с полицейскими. Сегодня женщину выпустили из СИЗО. Сегодня был вынесен приговор в отношении Оксаны Юрьевны. Оксану Юрьевну приговорили по статье 318 к двум годам условно. Мы, я думаю, недовольны все-таки этим приговором. Потому что наша позиция не изменилась. Будем ли мы обжаловать или нет, я пока не готов ответить. Но, скорее всего, наверное, да, будет подана жалоба. Но окончательное решение за Оксану Юрьевну. Если она примет такое решение, то будет подана апелляционная жалоба. Но главное, что мы сегодня все-таки достигли, Оксана Юрьевна не в СИЗО, она дома с своей дочерью. Поэтому это уже результат. Пусть и не очень хороший, но результат. Как она себя чувствует? 9 дней СИЗО, суд, сейчас выводы какие-то сделала? Что-то рассказывала вам? К сожалению, у нее ухудшилось здоровье, пока она находилась в СИЗО. Ей необходимо время для того, чтобы прийти в себя. Но в данный момент она находится дома. Оксана Колосова менее сдержана. Встретиться из-за состояния здоровья с ней не получилось. Поговорили по телефону. Она уже будет видео показывать, и об этом все будут знать. Вот что. Они боятся огласки, что я буду рассказывать. Вот чего. Тем не менее, суд прошел, но воспоминаний осталось масса. Так какие же выводы сделала Оксана Колосова? Страшно жить. Просто страшно жить. Что может оказаться любой. Просто любой. Вы понимаете? И нужна везде огласка. Потому что правды в судах нету. Нету никакой правды. Самое страшное, что на меня одевали наручники. У меня тромбот. У меня синяки на руках. Я просила полицейских. Не надо. Когда меня поднимали в суд, потому что там по лестнице у меня еще сумки были. И никому. Понимаете? Ты будешь кричать. Ты будешь просить о помощи. А тебя никто не услышит. Понимаете? Никто. И я поняла, что даже люди в неволе добрее, чем люди на воле. Мне помогали девочки. Они за мной ухаживали. Я лежала просто вообще. Я думала... Знаете, я просто даже жить хотела покончатым убийцам. Я не хотела жить. Я вам реально хочу сказать. Как я оказалась, я не знаю, как я выжила. Я просто не понимаю. Вот мой год рождения был в списках, когда... Я самая старая там была. Там девчонки молодые. 30-40 лет. В таком возрасте. Я вообще не представляю, как можно было с такими заболеваниями меня поместить туда. У меня не было квалифицированной помощи. У меня зрение еще хуже упало. У меня сейчас... Я не знаю, как я уже глупому. Я уже практически не вижу. Понимаете? Страшно. Но я вообще... Просто люди меня просили рассказать, чтобы я говорила. Понимаете? А я же с девочками сидела, и они мне просили, расскажи, в каких мы условиях находимся. Не человеческие условия. Просто не человеческие. Я не знаю, что я и куда-то книгу могу написать. Вячеслав Барнинский, Алексей Павлов, ЗАП-ТВ. Сегодня вновь в центре внимания бассейн «Золотая рыбка» поселка Первомайский. Ощущение такое, словно разворошили осиный улей. Некачественно проведенный капитальный ремонт стал причиной споров, кто виноват и во сколько, собственно, обошлась реконструкция этого спортивного объекта. Мутная история, как вода во вновь отремонтированном бассейне «Золотая рыбка» поселка Первомайский с густым осадком на дне. Серия сюжетов ЗАП-ТВ порядком разворошила всех причастных к реконструкции этого объекта людей. Часть из лиц ответственных прячутся от вопросов наших корреспондентов. Другие же, напротив, спешат в студию, чтобы снять с себя ответственность. Возможно ли сейчас бассейн поселки Первомайского привести в соответствующее состояние? Я имею в виду систему фильтрации, систему вентиляции. Да, это возможно. Во-первых, основная причина в том, что прервана бесперебойная система очистки. Там сделана система переливного лотка. Вода в бассейне не долита. Я был там 22 декабря, приезжал буквально неделю назад в Первомайск. Мы хотели с представителями Европул, который устанавливал эту систему. Они здесь у нас по городу, что те специалисты, как бы систему. Ну вот почему она не работает, то, что не долит. Евгений Ревашов – тот самый подрядчик, который на основании, внимание, даже не проекта, а сметы, производил ремонтные работы бассейна в поселке Первомайский. В нашу первую встречу он буквально убежал из студии, отказавшись отвечать на вопрос, кто составлял техническое задание на абсолютно бестолковую реконструкцию этого спортивного объекта. По факту, чаша бассейна в самой мелкой части – 163 сантиметра, на глубине больше 4 метров. Вода мутная, с непонятными примесями и взвесями. Дна в глубокой части не видно вообще. Из непонятных соображений, тот неведомый человек, который составлял техническое задание, чашу значительно углубил, лишив возможности младшей класса заниматься в воде. Тренеры стараются понизить уровень воды, чтобы хоть пятые-шестые классы занимались. А по версии генерального директора ООО «Импульс» это и есть причина того, что вода плохо очищается, проходя систему фильтрации. Проще говоря, вода должна постоянно качаться насосами и уходить через маленькие лотки по краю бассейна. А люди, видимо, должны ходить постоянно в воде. Самоубийственная схема. Он что лепит, да, господин Левашов, у них даже вот этих два фильтра, вот даже два вот этих, установлены неправильно. То есть первый фильтр с первым насосом работает, берет с донника воду, да, через фильтр пропускает и водоворот воды в природе ворачивает, короче, в бассейн, неподогретую. То есть 50% у нас даже не проходит через теплообменники. Второй фильтр со вторым насосом стоит чисто вот на подогрев, то есть 50% забирается в донника, проходит через фильтра, очищается и через подогрев ворачивается. У вас 50 лет бассейн стоял, два фильтра, изумительно, вода была лучшая. 10 тонн, 10 тонн фильтрующего элемента, вы это-то понять можете, а сейчас тонн на 620 всего. Вот такие же фильтра стоят в «Дельфине», но там даже стоят в 5 штуках стоит, 1,6 куба, фильтрующие элементы в каждом фильтре, стоим на 350, вот для сравнения просто. Ну а объем воды меньше там 400 с чем-то кубов, а у нас 600 кубов. Теоретические точки в этом споре должен поставить суд, найти крайнего, но это будет непросто. Справедливости ради не стоит вешать всех собак. На подрядчика, исходя из сложившейся ситуации, у него самая незавидная роль. Но здесь нужно понимать, что господин Левашов работал в жестких рамках технического задания и под постоянным прессингом чиновников краевого правительства. Мы работали по техническому заданию Министерства спорта и администрации Первой Майской. Причем проекта реконструкции объекта, со слов Левашова, не было. Просто отыгрались контракты на отдельно взятые виды работ. Вот здесь начинается самое интересное. Во сколько обошелся ремонт бассейна? Напомним, средства шли напрямую доброй волей губернатора Александра Осипова. Контракт заключал глава поселения Первомайский Игорь Намаконов, который после выхода первого сюжета ЗАП-ТВ по этой теме ушел в глухую оборону и не выходит на связь. Изначально в 2019 году был отыгран контракт СОО «Импульс» на ремонт бассейна «Золотая рыбка» общей стоимостью чуть больше 9 миллионов рублей. В него были включены практически все работы, но спустя два года удивительным образом эти работы в стоимости увеличились. В процессе капитального ремонта у нас виды работы изменялись, добавлялись. Пришлось рассматривать на районном совете вопрос по дополнительному выделению денежных средств. Такое решение было принято, деньги были найдены, мы еще 8,5 миллионов выделили. Стоимость всего капитального ремонта сегодня оценивается почти в 32 миллиона рублей. 32 миллиона, но это не точно. В открытых источниках о компании «Импульс» в разделе «Гоззакупки черным» по белому написано, что фирма заключила 5 контрактов с администрацией поселка Первомайский на общую сумму 36 миллионов 948 тысяч рублей. Однако Левашов с этой суммой не согласен. С вами столкнулись проблемы, такая вот загадка. Адмистрация городского поселения Первомайска заключила с вами 5 контрактов на сумму 36 миллионов 948 тысяч. Они снимались, эти контракты, у нас 3 контракта было, получается, на общую сумму 28 миллионов 900. Чудные дела ваши. Министерство спорта, правительство Забайкальского края, администрации всех уровней. Сколько денег из федерального и местного бюджетов были отписаны на ремонт бассейна «Золотая рыбка», сколько фактически были потрачены на ремонт, но главное, сколько еще придется потратить, чтобы дети поселка Первомайский могли безопасно в нем заниматься. Президент Федерации плавания Забайкальского края Александр Старицын написал заявление в прокуратуру, но будет ли толк? Слишком велики суммы, очень много громких фамилий первых лиц администрации губернатора, чтобы надеяться на быстрый и благоприятный исход. Но редакция телекомпании ЗАП-ТВ внимательно следит за развитием событий, так что, скорее всего, продолжение следует. Дарья Калинина, Юрий Житлохин, Евгений Погорелый, Алексей Павлов. ЗАП-ТВ Сфера ЖКХ Забайкальского края продолжает удивлять. И удивились на этот раз жильцы барака, которого, как оказалось, не существует ни на одном официальном документе. Но, тем не менее, у всех собственников арестованы счета на картах за неуплату фонд капитального ремонта. Наша съемочная группа решила лично посмотреть на дом-невидимку своими глазами. Сколько в сферу ЖКХ денег не плати, им все равно будет мало. Вот и жильцы двухэтажного барака в селе Кука столкнулись с непробиваемой стеной бюрократии, в которой платить им необходимо за несуществующий дом. И все дело в том, что ни в одном официальном документе этого здания просто нет. На наш дом, получается, вообще документов нет. То есть нас нет ни в реестре, ни на балансе. Зато нам приходят квитанции об оплате капитального ремонта. Проводилась как-то комиссия, но мы о ней ничего не знаем. Мы узнали уже вот в этом году, когда пришел арест от судебного пристава, что у меня есть задолженность по капитальному ремонту. Но туда поступили документы по нашим старым местам прописки, где мы жили. Я вот 10 лет назад жила в Дульдургинском районе. Сейчас я живу 7 лет здесь, прописанного в этой квартире, со дня покупки. Удивлению жильцов не было предела, когда на счета буквально каждого приставы наложили арест. Это при том, что за все время проживания ни один из них не видел, чтобы дом кто-то ремонтировал. Вызывали жилищную комиссию. Нам отправили консультанта ЖКХ. С Читинского района. С Читинского района. Приехала одна женщина, которая вообще ничего в доме-то не понимает. Но она пошла по квартирам, она это все посмотрела, она была удивлена. Даже администрация не знает, где наш дом, но капитальный ремонт вы им оплатите. Приобретались здесь квартиры в основном с помощью материнского капитала. Большинство собственников – приезжие семьи из дальних районов Забайкальского края, которые приехали работать в санатории, когда-то барак находился на территории курорта Кука. Организацию ликвидировали, и дом оказался никому не нужен. Ни в администрации лесного городка, ни в администрации Читинского района брать на баланс покосившийся старый барак никто не хотел. Так и оставили стоять на ничейной земле. А люди даже не подозревали, что живут теперь в доме, которого не существует. Из имеющихся документов только право собственности. Никогда здесь никого не было, делали мы все своими силами. Подъезд мазали, ляпали по кругу, смотрели сами, потому что сейчас же частный вроде дом, сам должен смотреть. Но за капитальный ремонт берут. Причем тоже так же у меня ушло на старую прописку, там же тоже заблокировали мне и дочке. И капитальный ремонт берут с каждого собственника. Не с одного человека с квартиры, а с каждого. Вот у меня дочке 12 лет, ей уже идет долг. Да, это у всех у нас так. Нас не извещали, ни в какие суды не вызывали. Просто раз утром встаешь, у тебя карта заблокирована у меня, у дочки заблокирована карта. Собственники до сих пор сидят с заблокированными картами и ждут, когда же фонд капремонта приедет ремонтировать их дом. Ждут и два раза в год делают косметический ремонт в своих квартирах. Вот взять мой потолок. Каждое лето у нас, если начинаются дожди, у меня со второго этажа идет сюда вода. Каждый год у меня выперла балку даже. У меня везде проточность есть. В других комнатах такие же потеки, что каждый год одно и то же бежит вода у меня. Я одна, у меня трое детей, дети несовершеннолетние. У нас ни одного капитального ремонта не было. Ни капитального, ни косметического не было. Мы делаем все сами. Страх того, что барак в скором времени может похоронить под собой жильцов, заставил некоторых бросить свои квартиры. А вот остальным идти некуда. Это их единственный угол. Они просто уже устали. Тем более вот такая вот видимость того, что крыша скоро упадет, держится на одной только печке. Они переехали жить в город, потому что это уже страшно. То есть где-то живут на съемном жилье. Вся эта история ярко показывает отношение к людям со стороны местных чиновников. Пока жильцы не забили тревогу, никому из слуг народа не было и дело до какого-то там барака. Когда собственники начали искать справедливости, выяснилось, что, как обычно, никто не виноват. А на вопрос, почему дом не стоит на балансе, получили ответ, что архивные документы давно утеряны. А значит, и дома, и людей там не существует. Но, тем не менее, отдел ЖКХ Читинского района каким-то образом передал несуществующий дом в фонд капитального ремонта. После того, как они направили к нам заявление, я сразу поехала на следующий день в администрацию Читинского района. То есть по 161-му ФСЗ жилфонд – это не наши полномочия. Там провели мы переговоры вместе с управлением ЖКХ Читинского района и с отделом имущества Читинского района. Подняв документы с архива, выяснилось, что этот дом не состоит на балансе. Дом действительно аварийный. Не раз туда выезжала комиссия совместно с нами. И на сегодняшний день проводится следующая работа после того, как прошли переговоры. То есть сейчас совместно идет работа с нами и с администрацией Читинского района по признанию его аварийным. Но для того, чтобы признать его аварийным, нужно сначала провести экспертизу, судебную экспертизу, которая его признает. После нашего визита в администрации заговорили о том, что Фонд капитального ремонта по ошибке выставил счета собственникам несуществующего барака. Вопрос с долгом обещают решить в кратчайшие сроки и разблокировать карты. А что касается самих жильцов, единственный выход – это повторное признание дома аварийным, но уже без потери документов. И, возможно, только тогда жильцам повезет, и их поставят в очередь на получение нормального жилья. Но это не точно. Вопрос – достоит ли дом-невидимка до этих светлых дней. Или пока наши чиновники раскачаются, то и переселять будет уже некого. Виктор Соловьев, Алексей Павлов, ЗАП-ТВ. Прервемся на несколько секунд, вернемся уже скоро. ЗАП-ТВ Канал ЗАП-ТВ принял решение приостановить кабельное вещание. Мы тщательно проанализировали, кто и где нас смотрит, что интересно нашим зрителям и подписчикам. Наш основной продукт – правдивые новости, эксклюзивные расследования, откровенные мнения, свободный, честный стиль наших репортажей. Оговоримся сразу. Выход телеканала из кабельного вещания доставит неудобства только тем людям, кто был физически привязан к стационарному телевизору. Про наши усилия и совсем недавнюю борьбу за право вещать на 21-й кнопке вы прекрасно помните. И, конечно, помните, чем закончился конкурс. Право быть обязательным и общедоступным отдали телеканалу губернатора Осипова, созданному на коленке под самый конкурс, только чтобы 21-я кнопка не досталась нам. В придачу сменщики провластного Альтеса получили гигантские финансовые вливания бюджетных денег под свое открытие. Это полностью новое техническое оснащение, студии, оборудование и содержание огромного штата, обслуживающего власть. Но многие, наверное, забыли, а может и не знали, про еще одну нашу борьбу – за кнопку 22-ю. НАТ и АГТ идут, по сути, по кругу решения и проблемы с раздачей бесплатных муниципальных кнопок коммерческим городским телеканалам. С тем, чтобы обратить внимание на некорректное исполнение поручений президента, на наделение городских вещателей статусом обязательного общедоступного муниципального. Мы тот самый телеканал, который отражает информационную повестку нашего региона. Мы служим жителям города, края. А сам принцип, который закладывался в законопроект о 22-й кнопке, позволял не только сохранить городских вещателей, но и обеспечить качественное информирование населения, правовое равенство между вещателями и построение информационной вертикали в стране. В нашем случае РТК и ВГТРК – сестры-близнецы абсолютно зеркалят друг друга в повестке. Что снимать, что показывать, куда ехать в съемочной группе – заранее говорено. В том числе и с Людмилей Чайковского 8. Это бюджетные каналы. Мало того, что содержатся на деньги федерального, регионального бюджетов, еще и участвуют в конкурсах на оказание информационных услуг законодательной и исполнительной власти. Проще говоря, они и так делают все, что им скажут, ибо работа оплачивается этой же властью, но еще и забирают деньги с тендеров только потому, что подходят под критерии. По нашему мнению, это не целевое использование бюджетных средств. Деньги налогоплательщиков просто размазываются во подконтрольном СМИ, а те бесконтрольно размножаются, поглощая наши с вами налоговые деньги. По сути, такое принятие решений по кнопкам – это использование госресурсов и перекрытие кислорода городским телеканалам, популярным, тех, которые знают, тех, которые смотрят. Что мы имеем сейчас? Это несколько сотен тысяч рублей расходов в месяц на то, чтобы наше оборудование стояло на обслуживании в краевом радиотелепередающем центре. Это покупка контента, фильмов и прочего сопутствующего материала, необходимого для круглосуточного вещания. Это оплата кабельным операторам связи за то, чтобы они взяли наш сигнал в свои и так уже платные пакеты. При этом они даже не дают одну и ту же кнопку, как того просит вещатель. В итоге у кого-то мы на 32-й кнопке, у кого-то на 131-й. И никто ничего не делает бесплатно для небольших телекомпаний, их развития – только извлечение прибыли. Ко всему прочему, у нас есть пункт расходов – это ежемесячные отчеты с контентом на жестких дисках, отправляемых в Москву. И самое главное – это, конечно же, бесконечные штрафы. Наш зритель ничего не знает об этой стороне жизни телеканала. Ну что ж, пришло время рассказать. С 20-го года проверки Роскомнадзора и походы в суды для нас стали частью работы и даже обязанностей. Оцените масштаб этих ошибок. Например, вот эта плашка возрастного ограничения. Всего один раз она стояла в кадре не 8 секунд, как того требует РКН, а на 2 секунды меньше. Так вот, за эту непростительную и вопиющую оплошность телеканал заплатил внушительную сумму в виде штрафа. Или вот еще пример руководство холдинга начали вызывать в РКН по публикациям 2017 года, размещенных в изданиях, которых уже даже не существует, «Экстра» и «Газета дела». Это издания, которые закрылись в 20-м году. Но последней каплей стало то, что в эфире телеканала несколько секунд прошел незаблюренный кадр с именем и фамилией девочки, зверски растерзанной собаками в домне. При этом канал сам обнаружил ошибку, снял выпуск с эфира и сообщил в контролирующий орган. Но даже несмотря на это, Роскомнадзор сразу прислал два протокола на должностное и юридическое лицо. Проще говорить, сразу повестки в суд. Штраф за данное преступление – миллион рублей. Вы можете себе представить, что это за сумма в масштабах доходов частного телеканала, который живет на собственные средства и только за счет рекламы. И никто уже не сомневается, а нынешняя власть сделает все, чтобы этот штраф мы получили. И это еще не все. За данное нарушение статьи 13.15 КОАП нам грозит вынесение первого предупреждения, а это значит, что если в течение года мы допустим подобную вышеупомянутую ошибку, РКН приостановит нашу деятельность, то есть телеканал закроют. Парадоксально, правда? За смерть ребенка до сих пор не пошатнулось ни одно кресло, и никто не ответил. Зато ответили мы своим освещением этого преступления чинуш. Как вы понимаете, долго думать нам в данной ситуации не пришлось. Мы поняли, что доставлять удовольствие собственным закрытием заезжим варягам с Чайковского 8 в наши планы явно не входит. Поэтому во избежание нападок и беззакония в свой адрес мы приняли решение о приостановке вещания в кабеле. Это полностью отведет от нас проверки и штрафы. Мы сможем сконцентрированно и плодотворно работать, оставаясь на связи с вами 24 на 7. Мы понимаем, что без нас невозможно функционирование современного гражданского общества. Мы уверены, что находимся на правильной стороне истории, и за долгие годы работы прекрасно знаем, что такое правда, а что лицемерие. Мы делаем самые правдивые новости и будем делать их дальше на всех официальных платформах телеканала ЗАП-ТВ. Мы отслеживаем ваши запросы на актуальность создания новых продуктов, нужных и востребованных. Сейчас ЗАП-ТВ — это уникальный контент и уникальный коллектив. Здесь нет случайных людей. Мы все остаемся на своих местах и будем делать свое дело, как и прежде. ЗАП-ТВ был, есть и остается островом нормальности. Для каждого сотрудника редакции — это место силы. Поверьте, никто из нас не готов перестать выполнять свою работу из-за кучки злых, некомпетентных людей, пока еще облеченных властью, которые мечтают о нашем закрытии, как СМИ. Важно одно — ЗАП-ТВ все делало и делает правильно. И все, что можете сделать для нас вы, как зрители и подписчики, — это одно. Не переключайтесь. В Чите проходит выставка европейской верхней одежды с кожей меха от Союза импортеров РФ. Самое время подобрать для себя уникальную модель производства Канады, Финляндии, Скандинавии и других европейских стран. Весь представленный ассортимент распродается по цене изготовителя. Увидели яркие воздушные шары на входе, значит, вы на правильном пути. Нордическая выставка в Чите радует читинцев и гостей города широким ассортиментом верхней одежды из кожи и меха. Зимние аляски, выдерживающие до минус 50 градусов мороза, или же яркие качественные куртки из кожи на весну. Широкий ассортимент модельного ряда позволит вам выбрать предмет гардероба без проблем. Мы искали куртку для моего мужа, и вот решили посетить эту выставку. Ну, в общем-то, нам сразу повезло. Очень внимательные девушки-продавцы, которые подошли, нас проконсультировали, показали все, что нам нужно было, нашли именно тот размер, который подходит. И те характеристики для этого мы запрашивали. В общем-то, покупкой мы довольны. Пуховик на зиму скандинавский очень понравилось, дошел по размеру, качество очень хорошее и цена приемлема. Крупнейший поставщик европейской одежды прекращает свою работу на территории России. Товар, закупленный ранее, должен быть распродан в ближайшие дни в формате выставка-продажа по закупочным ценам. Это уникальная возможность для покупателей, ведь таких цен больше не будет ни в этом, ни в следующем сезоне. Компания занималась ввозом одежды из кожи и меха из стран Скандинавии, Финляндии и Канавии. В данный момент, в связи со сложившейся ситуацией в мире, компанией было принято решение полностью разорвать отношения с нашими западными партнерами-поставщиками. Что касается ассортимента уже ввезенного в Россию, он будет распродан в режиме «Нордическая неделя» по цене, которой больше никогда не будет. Покупателей порадует не только разнообразие модельного ряда, но и возможность выбрать идеальный размер. Но главным преимуществом выставки-продажи являются уникальные низкие цены. «Нордическая» выставка представлена в Чите с 12 по 17 апреля включительно. Режим работы с 10 утра до 9 вечера каждый день. Адрес улицы Новобульварная 55, ТЦ «Абсолют». Успей на тотальную распродажу и порадуй себя обновленным гардеробом. Это все, о чем я и мои коллеги успели вам рассказать. Мы следим за развитием событий в городе Икрай. Я благодарю вас за внимание. Всего вам самого доброго. И до встречи на телеканале ЗАПТ-ТВ уже завтра. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на ЗАПТ-ТВ. Спонсоры выпуска Литик Косметик. Начните готовиться к лету вместе с Литик. День экологических знаний отмечается 15 апреля. В пятницу погода будет облачной с прояснениями. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура ночью от нуля до минус трех. И плюс 7, плюс 10 градусов в днем. О погоде это все. Отличного дня! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!